СОКРОВИЩА МУДРОСТИ Притчи Соломона, 19 глава, с 1 по 17 стих. Продолжение. Притч Соломона. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый со лживыми устами и притом глупый. Нехорошо душе без знания и торопливой ногами оступиться. Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Богатство прибавляет много друзей, а бедный оставляется и другом своим. Многие заискивают у знатных и всякий друг человеку, делающему подарки. Бедного ненавидят все братья его, тем паче друзья его удаляются от него. Гонятся за ними, чтобы поговорить, но и этого нет. Кто приобретает разум, тот любит душу свою. Кто наблюдает благоразумие, тот находит благо. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет. Неприлично глупцу пышность, тем паче рабу господства над князьями. Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам. Гнев царя, как рев в льва, а благоволение его, как роса на траву. Глупый сын – сокрушение для отца своего, и сварливая жена – сточная труба. Дом и имение – наследство от родителей, а разумная жена – от господа. Ленность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод. Хранящий заповедь хранят душу свою, а нерадящий о путях своих погибнет. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Размышления, часть первая. Честная бедность или лживое богатство. Притча Соломона, 19 глава с 1 по 7 стих. Кажется, что одни в притче Соломона говорят о бедности с презрением, а в других – бедность превозносится над богатством. Ни то, ни другое само по себе неверно. Стихи 4, 6 и 7 подразумевают бедность как результат отвержения общества. Бог не указывает здесь, что надо отвергать бедность, но признает, что это происходит в реальности. Их отвергают. С другой стороны, согласно стиху первому, лучше быть бедным, чем глупцом со лживыми устами. Но это не значит, что честными бывают только бедные, а все богачи – лжецы. Все вместе эти стихи внушают нам, что лучше быть честным и бедным, нежели богатым лжецом. Ставите ли вы богатство выше честности? Отдаете ли преимущество чему-то из них? Да будем мы жить честно и не заставлять других делать выбор между честностью и богатством. Размышления – часть вторая. Глупость ведет к погибели. Притча Соломона, 19 глава, с 8 по 17 стих. Эти стихи показывают, как глупость ведет к погибели. Лжецы получают заслуженное наказание, а глупца не будут хорошо принимать. Он даже теряет причитающееся ему наследство. Те, кто вступит в брак опрометчиво, будут постоянно мучиться. Далее говорится о мудрых, о недобры и терпеливых. Они щедро благотворят бедным, и Бог воздаст им за это. Успех в жизни не измеряется временным статусом или богатством, накопленным человеком. Его можно приобрести благодаря рассудительности или потерять по собственной глупости. Но истинная мера успеха не в этих приходящих вещах, а в том, насколько мудро или глупо мы прожили жизнь. Наш характер проявляется не в том, сколько у нас денег, а в том, как мы поступаем с ним. Молитва «Отец Небесный, пожалуйста, сохрани меня в честности и мудрости перед тобой. Помоги мне смотреть на деньги мудрые, а не так на то, что ценные само по себе. Пожалуйста, побуждай меня искать справедливости и милости больше, чем богатства и собственной славы. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь.